В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Продолжаем наши работы по устройству ломаного гребневого пальца. И сейчас у нас то, что мы сделали горизонтальную часть, последовательность такова, что надо сначала делать горизонтальную часть, а потом мы делаем уже вертикальный гребень. Сейчас мы его берем при помощи конвертных крульных клещей и уплотняем, слегка уплотняем, для того, чтобы нам потом сделать уже вертикальный двойной фальц 25 мм. То есть верхнюю часть мы уже все подготовили. Проверяем сейчас наши линии гиба, то есть линии гиба по бисектрисе. И сейчас молотком немножечко уже уплотняем. Ну, лучше сказать, не молотком, а киянкой. Проводим линию сейчас, для того, чтобы нам, мы сейчас видим, что у нас кромка нужно подровнять. И мы сейчас, нужно нам эту кромку сделать по нашему профилю, то есть 9 мм. А она у нас больше, она у нас где-то сверху 15 мм, а снизу она у нас где-то 11 мм. Поэтому мы сейчас ее будем... При помощи линейки проведем линию. То есть нам нужно отложить кромку, сейчас 9 мм. Проводим линию. И вот оставшуюся слева часть нам нужно отрезать. Ну, отрезать можно разным способом. И можно ножницами. Можно ножницами, вот как мы сейчас будем резать ножницами подрезными. А можно использовать также ножницы универсальные. То есть подрезные у нас с насечками на лезьях. А универсальные, ну, их все называют идеальные, смотря какая фирма. Можно ножницами не обязательно подрезными. Но подрезными для учебных целей будет проще. Это сделать. Продолжаем наш рез. Для новичка, конечно, вертикальный рез это тоже сложная часть. Нужно и по линии совпасть, и чтобы еще и не было заусенцев. Поэтому делаем это постепенно. Вот эту кромку, которая у нас образуется слева, немного придерживаем рукой. И продолжаем рез ножницами подрезными, рычажными. Ну, здесь вот вариант того, что у нас все время, так как резать неудобно, у нас все время хочет лезвие соскочить вправо. Нам нужно четко по линии, поэтому немного приходится выпрямлять наши ножницы, для того, чтобы был четкий рез. Отрезали. Ну, и теперь нужно будет нашу кромку, так как она у нас сейчас прижать при помощи конвертных клещей. Делаем все не спеша, медленно. Вот таким образом мы подготовили уже наши кромки, слева и справа вертикальные, для отгиба кромки 9 мм. Мы ее сейчас подрезали. Она у нас теперь 9 мм. Железо у нас 0,50 мм, толщина полиэстер, северсталь. Это железо, конечно, не для пальцевой кровли. Ну, вот сейчас мы начинаем уже при помощи клещей крыльных под 45 мм отгибать кромку 9 мм. Начинаем отгибать кромку 9 мм. Внизу у нас получается две толщины, поэтому она внизу отгибается нечетко. Вот это видно, что она нечетко отгибается. Ну, это две толщины, это уже по 0,50 мм, уже 1 мм. Вот, да, вот здесь внизу, надо еще почетче вот это место. Вот оно здесь не особо четко отгибается внизу. Сейчас переместим нашу камеру с другого угла зрения, чтобы вам было видно, как происходит процесс. И теперь при помощи киянки круглой, безотбойной и оправки будем сейчас постепенно кромку 9 мм отгибать уже на вертикальном гребне. На вертикальном гребне. Ну, здесь не подлезть, поэтому можно взять оправку-лопатку с пяткой. И уже при помощи этой лопатки-оправки отгибать нашу кромку 9 мм. Ну, с ней более удобно. Проверяем рукой, как у нас идет гиб, где нам нужно приложить усилие. Ну, сейчас поменяем ракурс. Меняем ракурс, чтобы было понятно и видно, более четко. Ну, можно по-разному. Можно и оправками это отгибать. Ну, можно при помощи кромка 9 мм и железо не приспособлено для пальцевой кромли. С ним работать, конечно, сложнее. Сложнее. Во-первых, оно царапается и гнется. Оно не столистое, но оно тягущее и гнется не сразу, а со второго, третьего, четвертого раза. Вот в этом проблема в этой... Что металл, который не предназначил для пальцевой кромли, с ним работать, тем более новичку, очень тяжело. И учиться на нем, конечно, сложнее. Ну, имеем то, что имеем. Продолжаем отгибать кромку 9 мм. Используем для этого оправку пластиковую двойного фальца. Уплотнили сейчас первый гиб. И сейчас нам нужно уже приступать ко второму гибу. То есть мы сейчас будем закрывать двойной фальц вертикальный. На вертикальном гребне. Ну, здесь вот у нас внизу, там, где мы сейчас отгибаем, здесь у нас большое очень уплотнение. И в этом месте, конечно, нужно дать металлу на расширение небольшой люфт. Сейчас поменяли ракурс камеры, чтобы было видно из другой стороны, что происходит. Ну, сейчас будем отгибать уже кромку нашу 11 мм. То есть мы сейчас уже будем закрывать двойной вертикальный фальц. Самое главное, чтобы обе картины были закреплены. Ошибка новичков в том, что они не закрепляют картины и пытаются делать соединение картин. Вот у нас четко здесь все закреплено. Первая, вторая картина. Продолжаем уплотнение двойного стоячего фальца. У нас заключительная часть. Мы закрываем двойной стоячий фальц, отгибаем кромку 11 мм. Делаем это при помощи оправки пластиковой двойного фальца. И киянки круглой. Ну, вот в этом месте можно также пятку использовать. Оправки лопатки. Вот здесь вот она плохо отгибается, потому что здесь у нас, я говорил, две толщины. А две толщины это уже толщина металла 1 мм. Тем более, если железо у нас не для фальцевой кровли, а для заборов. И металлочерепица, конечно, это делать сложнее. Вот так вот выглядит слева наш вертикальный гребень двойной фальц. Сейчас при помощи клещей, 25, 45 градусов кровельных клещей, попытаемся сейчас стогнуть снизу кромку 11 мм. Ну, можно вот таким способом еще. Здесь сложность в том, что нам нужна вот эта часть, чтобы она четко по линии отогнулась. Здесь у нас внизу, ну, это фактически самая такая чувствительная часть этого узла, типового ломаного грибневого фальца. Его еще так же называют бюнденерфальц, но называют его неправильно. Бюнденерфальц почему-то, ну, если называть, то это бюнденерфальц. Ну, кстати, в Германии не везде называют так бюнденерфальц. Вот такое народное название, распространенное. Есть бюнденерфальц, то есть мясо фляц, бюнденерфальц. Итак, мы смотрим сейчас с правой стороны. Мы сейчас закрываем нашу норфальц двойной вертикальной. Применяем пятку от оправки лопатки. Она у нас 25 миллиметров высотой, как раз подходит для уплотнения нашего вертикального двойного грибневого фальца. Ну, можно в конце уже взять и это все, чтобы было ровно. Применяем рамку двойного фальца. Плотняем. Закрываем наш двойной фальц вертикальный. При помощи рамки двойного фальца. Уплотнили. Вот так вот он выглядит. Внизу еще у нас чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть еще больше уплотняем. И сверху. Вот таким образом мы закрыли. Внизу вертикальный гребневый двойной фальц. Проверяем. Уплотнение. Это место самое такое сложное в этом чиповом узле. Ломанный гребневый фальц. Ну, так вот, бюднерфальц, это такое название применяется в немецком учебнике, называемом Библией кроечка. Там он называется, там есть на немецком языке в оригинале, он называется бюднерфальц. Ну, если брать классический бюднерфальц, то он вот как у нас сделан, он скошенный. То есть, вот эта вертикальная часть, если вы видите, она у нас кверху сужается. То есть, это называется классический бюднерфальц. Вот, именно скошенный. Ну, сейчас мы уже будем заниматься уже левой частью нашего фартука. То есть, мы сейчас будем вот эту кромку 50 миллиметров, вот эту складку уплотнять с помощью клещей конвертных. Уплотняем. И подготавливаем мы ее для того, чтобы нам потом сделать радиусный. Риктуем снизу кромку 50 миллиметров, риктуем сверху. Вот радиусный гребневый фальц у нас будет здесь. Открытая складка. Вот так он выглядит. То есть, вся у нас разметка есть. Внизу у нас, где по горизонтали, у нас отложено 35 миллиметров. И вертикальная часть у нас, там где у нас 50, отложено 25. Вот так вот это все теперь выглядит с левой стороны. То есть, у нас сейчас подготовлено полностью наш фартук для дальнейшей работы. Уплотняем нашу складку при помощи киянки и киянки круглой, задбойной. Уплотняем складку. Привет, на связи Михаил. Сегодня я расскажу вам о нашем интернет-магазине номер один. Мы продаем весь кровельный инструмент и станки для профессионалов. Доставка в срок, наличный и безналичный расчет, а также, всегда низкие цены от производителей. Мы подберем для вас весь кровельный инструмент и станки по вашей заявке. Загласуем все нюансы и быстро отправим на ваш адрес. Точно и в срок. Поступление нового инструмента и станков, техническая литература, доброжелательный персонал всегда подскажет, проконсультирует, по любому вопросу. Заходите к нам на сайт, выбирайте и покупайте лучший кровельный инструмент и станки для профи, по самым низким ценам. Механика spb.ru